привет друзья сегодня как я обещал ризотто ну зная наш канал вы же наверное не ожидаете что все будет просто нет просто не будет я вам дам сегодня ризотто с аргентинскими креветками мы с вами запечем вкуснейшую тыкву учитывая что все-таки у нас вот-вот на днях будет хауин ризотто у нас с вами это достаточно новое блюдо в италии первое упоминание этого рецепта был и в начале 19 века ризотто готовится с овощами с морепродуктами с мясом с грибами ну и так далее так далее так далее сегодня я подам свой тоже варианты ризотто я не буду слишком его наворачивать а мы сделаем его на основе овощного бульона давайте приготовим бульон овощной для овощного бульона я буду использовать много овощей многие повара рекомендуют использовать морковочку лучок там бла-бла-бла парочку ингредиентов все подварили все но получится просто вода с запахом овощей нет если вы например готовите ризотто на бульоне из курятины он же наваристый он вкусный вы чувствуете вот этот вкус и аромат там есть жирок и ну и тому подобное а кто вам мешает сделать вкусный овощной бульон так лук-пурей обязательно помыть режем его произвольно учитывая что все-таки это будет у нас с вами бульон ведь и грязь если вы не помоете лучок все швах вы все испортите холодной водой большая морковка я ее помыл чистить не буду режем произвольно 3-4 капустных листа мытая картофелина тоже многие повара этого не делают а зря потому что картошка тоже дает замечательный вкус бульона плотность плотность до наварить то есть один перчик любого цвета у меня вот здесь зеленый луковица это кусочек корня петрушки это кусочек сельдерея ребята наш бульон будет просто бомбически одна помидорка можете даже две зафигачить что 5-6 грибочков несколько штук чесночка вот у нас состав овощей берете хорошую большую сковородку и разогреваете и максимальный огонь в наши овощи мы добавляем буквально две-три столовых ложки оливкового масла оливковое масло нам поможет хорошенечко все это поджарить можно и щепотку соли черного перца все это дело мешает сковородка наша готова сейчас начнем гриловать наши овощи сегодня мы с вами будем делать салсу verde это итальянская салса которая очень хорошо сочетается с ризотто с морепродуктами и тому подобное вообще замечательная специя вот здесь у меня базилик петрушка и укроп листочки здесь но у меня остались стебли эти стебли мы тоже свои будем использовать для бульона жарить я их не буду я просто их порежу вот так вот на кусочки и отправлю вот в эту кастрюлю в которой буду готовить бульон потихонечку начинаем все сразу не надо вот так вот потемножку закрыли крышечкой грилуем до приятного золотистого оттенка овощи не передадут горечи бульону если слегка почернели вот если бы это были кости например мясные или же само мясо его так почернело то бульон горчил бы закрыли крышечкой пережариваем таким образом все ну вот отличные наши овощи слегка подгреловались они раскрылись сейчас заливаем холодной водой так чтобы овощи были покрыты нам нужно сделать очень-очень плотный бульон я планирую делать стакан риса ориентировочная пропорции где-то один двум с половином трем то есть из одного стакана риса мы с вами получим в итоге четыре стакана готового продукта то есть одного стакана на сами могут покушать двое-трое человек на плиту довожу до кипения как только она закипит снимаете пенку и на медленном огне варим минут сорок тем временем мы не будем с вами стоять и ждать займемся тыквой мы сейчас ее будем запекать потому что она будет запекаться в итоге тоже в среднем 30-35 минут берете лист пергаментная бумага включайте духовку на 200 градусов я вот буду нарезать такими вот пластинами я кожу не буду снимать у нас с вами будут наши аргентинские креветки тоже в шкурке почему я их оставляю шкурки в шкурке они будут более такие знаете полные вкуса потому что в шкурке тоже есть аромат то же самое я хочу сохранить вот этот баланс блюдо в шкурке у нас с вами креветки ну и соответственно я буду я буду использовать ее в качестве тарелочки это шкурка она в принципе когда запечется тоже допустимо чтобы ее кушать если не понравится вы всегда можете вилочкой снять делаем заливочку для нашей тыквы грамм 50 белого вина грамм 70 оливкового масла не жалеете винный уксус яблочный уксус хороший вкусный уксус ни в коем случае спиртовый среднем вот так вот грамм 30 столовая ложка тростникового сахара небольшой кусочек перца чили немножко черного перчика совсем чуть полная столовая ложка меда если чуть-чуть будет больше это не страшно соль чайная ложечка все смешали но это еще не все ребятки берем ступку и делаем с вами специю которая тоже добавим в тыкву палочка корицы и гвоздика я все это использовать не буду я все эти специи как правило сохраняю герметично и использую в дальнейшем ну как чувствую запах бомбически до для такого невыразительного овоща как тыква эта специя просто идеально наша заливочка и пол чайной ложечки добавляем наши специи еще меда грамму личку меда еще и не хватило сладости до кислота достаточно и добавлю оставшиеся наши специи в итоге чайная ложка купаю вот с небольшой 1 тыквы у нас с вами получится 45 порций теперь все это дело с вами кармелизуем запекаем в духовке 200 градусов чтобы она такая вся была ух поджаренная красивая и аппетитная друзья у нас прошло с вами среднем 35 минут за эти 35 минут мы с вами приготовили бульон и запекли тыкву посмотрите какая она красавица обалдеть запах да 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 запах какой невероятный запах меда различных специй вот шкурка да посмотрите видите как она мягкая то есть ее можно кушать конечно да она прозрачная все ставите в теплую духовку бульон сейчас сливаем начинаем готовить салсу вырзы и сразу после этого ризотто то есть в итоге вот это блюдо которое сейчас готовлю она которая будет выглядеть невероятно на вашей тарелочке на вашем праздничном столе вы можете приготовить буквально за 40 минут чувствую запах анютка да 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 именно так но посмотрите какая красота конечно он похож на куриный бульон по сути и по запаху и по вкусу он плотный вот настоящие ребята бульон не просто водичка из одной морковки и одной ку луковицы здесь настоящий полноправный бульон который можно просто пить вот добавьте туда лапшичку например получится прекрасный супчик идеально кстати вы можете заварить такие бульоны охлаждать их в холодильник и по мере необходимости использовать для соусов опять же для вегетарианцев это идеальная вещь итак друзья давайте сделаем салса верди то есть зеленый соус я хочу вам сказать что это наверное один из старейших соусов вообще на нашей земле который на сегодняшний день сохранился и пришел в нашу современную кулинарию серьезно да ему наверное около 2000 лет свое начало он берет на востоке в те времена когда еще были легионеры римская империя вот именно эти солдаты бравые итальянские завезли этот соус который готовился на основе пряных трав измельченных с уксусом с солью и оливковым маслом конечно существует масса варианций на сегодняшний день добавлять туда и анчоусы и огурчики и ну и тому подобное каперсы и вот с тех пор этот соус начал двигаться по европе сначала это было италия потом германия франция и так далее так далее на сегодняшний день зеленый соус соус верди практически используется во всех ресторанах мира пучок базилика хороший большой пучок петрушки и укропчик все это мельчим в мельничку с оливковым маслом и делаем пасту салса верди будет храниться вашем холодильнике не менее двух недель вы можете добавлять ее в лапшу в картофель до практически вообще блюда если вы готовите рыбу это будет незаменимая вещь вот отличная правильно правильно моя хорошая оливковое масло чуть-чуть чуть-чуть уксуса винного уксуса это у нас каперсы столовая ложка корнишоны соленые огурчики столовая ложка я добавляю немножко жидкости от наших корнишонов кстати вот эта испанская марка идеальная вот рекомендую вам ребята очень очень вкусная чуть-чуть где-то пару столовых ложек еще оливковое масло нам нужно добиться чтобы у нас с получилась паста оливковое масло идет достаточно много в среднем полстакана около стакана пойдет но ребята как иначе оливковое масло полезная здесь зелень добавляем сюда несколько филе так анчоусов ням-ням 4 можно добавить сюда жирок от анчоусов вот так вот два зубца чеснока немножко соли еще оливковое масло в итоге около стакана короче говоря ребята вы добавляете немножко жидкости такие как уксус допустим мою воду от корнишонов и вы смотрите салса не должна быть слишком жидкая но и сухой не нужно да это должен быть типа пасты ну вот красавица я попробую прекрасно она идеально ребята идеально со стейком с курятиной свининой рыбой морепродуктами вот сегодняшним нашим рисом это идеальная идеальная специя вы можете готовить такую салсу на праздничный стол и ставить рядом с различными аджиками вот нашими чили джем вот это салса вердер допустим чесночный майонез ну и так далее так далее все это будет хорошо используется практически со всеми блюдами которые на вашем праздничном столе готовим наш замечательный ризотто посмотрите какой рис нам необходим ведь и он отличается от нашего обычного круглого риса бренд который мы с вами будем использовать это арборео рис для ризотто никогда не может потому что для того чтобы сделать кремовый вкусный ризотто нам необходимо оставить крахмал который здесь есть грей кастрюльку сотейник должен быть заранее приготовлен бульон вот наш прекрасный вкуснейший бульончик оливковое масло в среднем пару столовых ложек это блюдо не диетическое поэтому мы с вами не будем считать колораж небольшая луковичка так чесночок помните что это такое это наши жареные травы здесь у меня тимьян и розмарин все сюда как мы их готовим посмотрите видео которое вам сейчас показываю ссылочку где мы готовим стейки пошел рис стакан риса мы соблюдаем все каноны приготовления ризотто вино пошло среднем пол стакана теперь вот это вино должно полностью впитаться вниз вино нам нужно в первую очередь для того чтобы получить правильный аутентичный вкус так я добавляю немножко шафрана придаст цвет и такой вы знаете тонкий аромат и вкус шафран это приелись чуть-чуть посолим резолота заранее не готовится перед самой подачей только перед самой подачей потому что рис должен быть аль денте то есть внутри он должен быть такой жестковатый сверху мягкий только сварился сразу сервируем и кушаем если вы его оставите хотя бы еще на 30 минут получится такая густая плотная каша это уже будет не резутому конечно можно в принципе разбавить как во многих ресторанах и делают добавили бульон и он опять заново играет конечно когда сервис у тебя допустим 150 200 человек никто не будет индивидуально готовить порцию вино практически все впиталось видите рис полностью полностью его забрал ну и теперь добавляем вы спросите а сколько нужно бульона а бульон вы знаете мы будем вот добавлять постепенно добавить да вот добавили черпачок горячего бульона нашего смотрим пока он полностью опять не впитается креветок я буду жарить в самый последний момент креветки готовятся одну буквально ну две минуты то есть у нас с вами как вы обратили внимание салса готова в теплой духовке мне стоит тыква сейчас ризотто буквально через пять минут уже будет готов и мы сразу пожарим креветки баб и подали и так ребята у меня здесь уже шесть половников каждый половник у меня в среднем 100 миллилитров то есть ориентировочно три стакана бульона ну еще периодически до так чтобы он не подгорел рис конечно же как я уже говорил нам необходимо сделать максимально кремовый состав этого нашего замечательного ризотто еще буквально минут 5-7 и будем заканчивать большая большая столовая ложка сливочного масла активно вмешиваем нет это не диетическое итальянцы не любят диетическое 70 грамм пармиджану сюда же о маме какой же аромат как тебе очень бомбически да оля-ля немножко цедре лимончик много не надо совсем чуть-чуть совсем готова сейчас я хочу тебе дать попробовать спасибо очень и очень хорошо креветочки на одну порцию я буду использовать три креветки то есть таком состоянии нашего ризотто может находиться ну минут среднем 15-20 после этого конечно же рис начнет более впитывать в себя влагу и естественно вот этой уже кремообразной структуры мы не получим мы потеряем ее немножко оливкового масла чесночок кедровые орешки столовая ложка это аргентинские креветки несмотря на то что они красненькие видите как в любом случае это свежий потому что видите мясо такое белое они у меня уже почищены то есть нету видите пищевода нету я намеренно оставил их панцирь для более сильного аромата и вкуса вино сливочное масло пол столовой ложки чуть-чуть соли немножко чили запахи доник чуть-чуть черного перца вы спрашиваете ну какая разница и да и там перец это перец да ребята я добавляю и красный перец и черный перец потому что каждый из них обладает своим вкусом красотища еще немножко и мы добавим еще слегка вина и все он уже готов да да тем более что креветки в принципе можно кушать сырыми так еще чуть вина петрушка все готово это точно красотища до мамами ризотто вкуснейшие креветки сальса верде и печеная тыква сейчас будем пробовать лимончик вот так вот наши замечательные креветочки достали креветочка сейчас себе сделаю нютка идеальная канапе салса как же без креветочки вот такие вот дела ребята так что готовьте наслаждайтесь прекрасными блюдами ресторанными удивляйте своих друзей я тоже хочу попробовать ну-ка тыквочка ну что ты скажешь по поводу того что тыква у нас не чищеная даже не почувствовал на шкурочке вообще ну вот прекрасно вот сочетание очень прекрасно такого кисленького сладкого соленого эти специи так все сошлось ну да звезды сошлись я первый раз ем с тыквой ризотто я хочу сказать что открыл что-то для себя новое в этом сочетании 40 лет мы живем в браке и мне удается и свою любимую жену до сих пор удивлять я тоже ребята удивительный вкус все по-новому наверняка вы получите неизгладимые впечатления и удовольствия потому что вот эти все комбинации сладкое кислое соленые орехи морепродукты вот этот рис ну вы знаете аккорд как я говорю у тот самый вкус умами казалось бы несочетаемые многие вещи в итоге они получают прекрасную комбинацию но на этом все увидимся в следующий раз пока мои дорогие